Здравствуйте! Мы начинаем очередной урок нашей телевизионной школы покера. Хочу заметить, что мы уже прошли такие важные темы, как вероятности в покере, стартовые руки, типы игроков, шансы банка. Разобрали розыгрыш старших, средних и младших пар, одномастных связок и оверкард. Проработали арсенал технических приемов, прошли философию, флопы, терны и ривера. Разобрали категории рук и психологию игрока. Останавливались на фундаментальной теореме покера, на противостоянии готовых рук и прикупных. Разбирали даже такие ставки, как удар по воздуху, рейс, ререйс, чекрейс, замедленный розыгрыш, отложенный рейс и блеф. А сегодня тема нашего урока – это такой прием, как полублеф. Это такой важный прием, против которого считается, что нет защиты в покере. Теперь хочу пригласить к столу своих студентов. Здравствуйте. После темы блеф изучать полублеф, который является темой нашего сегодняшнего занятия, очень легко. Полублеф отличается от блефа тем, что у нас все-таки есть какие-то ценности в руке, какие-то шансы на то, что мы прикупим очень хорошую комбинацию. Либо, может быть, у нас уже есть какие-то ценности, типа средняя или младшая пара, с теми же выходами на какие-то готовые руки, как флеш, стрит и тому подобное. Ну, не знаю, я покажу вам такой расклад, скажем, туз-король, например, атаковали до флопа, а мы заколировали на валет-10, на какой-нибудь такой руке, которая в перспективе может нам что-то принести. Пусть валет-10 разномастный. Открылся флоп, например, король, дама и валет, к примеру. Ну, можно такая рука прийти? Король, дама, валет. Вот такая вот рука. И у нашего противника старшая пара с тузом, кроме того, у него есть еще на стрит, но у нас тоже есть какая-то пара, и есть десяточка, которая нам дает двусторонний стрит. Вот, например, туз-король должен что-то ставить, мы вполне можем переставить и посмотреть, что будет. То есть, ну, во-первых, он может опасаться, что у нас уже готовый стрит, он может опасаться, что у нас есть какой-то сет, две пары, которые старше, чем вот туз-король. А кроме того, он может и просто выкинуть, посчитать, что если мы сейчас старше, то ему ходить за десяткой, которая даст ему ничью, например, нет смысла. То есть, мы можем сразу получить некоторую выгоду при рейзе на полублефе, а кроме того, у нас есть защита, то есть, мы можем купить там девятку или туза. Особенно хорошо нам было бы купить туза, потому что у него было бы две пары. Я бы считал, что если у нас две пары, то мы его бьем, то он уже нас бьет. Ну, может быть, еще лучший пример, скажем, если у него туз-король, а у нас, например, вот такая карта, как Дама Валет, и открылась карта, не знаю, король 10-7. У нас здесь двусторонний стри, и мы можем точно так же переставлять, он не очень понимает, трефы нам нужна, или туз, или девятка. То есть, мы можем переставлять его с неготовой рукой, как бы полублефуя. С одной стороны, это блеф, потому что у нас еще ничего нет, с другой стороны, это только лишь наполовину блеф, потому что она может прийти. Вот, собственно, вся наша конструкция полублефовая. На самом деле, получается, что отчасти многие розыгрыши, да есть вообще полублеф. Да, именно так и происходит. То есть, признаки полублефа, помните, у нас были какие-то такие сложные раздачи, когда мы свою ставку могли трактовать как три сразу приема. Ставка одна, то есть, с одной стороны, это блеф. Мы дали, как бы, пока еще ничего не имея. С другой стороны, это может быть подготовка к полублефовому уже улыну. Потому что, если нас вдруг переставляет человек сильно рукой, то мы двигаем все свои шашки-пешки. Потому что у нас неплохие шансы, если у нас, например, ну, бывают такие полублефы, что мы ставим лучше двух тузов. Там, если у нас, например, есть леш-дро и стрит-дро, то у нас больше 50%. Есть, например, интересная такая задачка. Я ее вам покажу. Ну, вот такая карта, например, на стол пришли 6-5, желательно трефовую 6-5. И, скажем, ну, какая-нибудь двоечка. Любая двоечка, там, не нужно трефовую. И у одного человека уже есть готовый стрит 3-4. Какой-то не такой вот. А у другого человека 7-8 трефовые. Серьезно. Ну, готовый стрит понимает, что он на данный момент самая лучшая из всех возможных рук. И он ставит полный банк. Вот маленькая такая задачка. Что нужно делать 7-8 треф? Какую применить игру? Ну, если этот волонт пошел, то он же должен на нем коллировать. Нет, они еще не волны. У них большие стейки, например. Очень большие стейки. А пока что в банке 100. Этот дал 100, и этот дал 100. А стейки у них там по несколько тысяч, например. Сейчас, я сначала хочу... Вот, Катя, что думаете по этому поводу? Вот еще пока нету, но хорошее, правда? Стрит-флеш может прийти. Но стрит-флеш редко придет. Всего две карты. Четверка и девятка трефовые. А какие еще есть возможности? Я бы сделал чек-рейс. Я бы тоже... Я бы рейс бы точно бы сделала. Точно рейс бы сделали, да? Ну, это офигенный карты. Скорее даже, если получается, отложенный рейс на терни. Ну, зачем нам отложенный рейс? Человек явно нападает там со стритом. Мы его, например, скажем... Ну, допустим, он поставил 100, а мы поставили... Далее поставили 400. Такой полублефовый сделали рейс. Ну, он отвечает, соответственно. Ну, мы его не опугали. Нет, как он отвечает? У него нац. Ну, я имею в виду, что он заколирует. Ничего он не заколирует. У него же нац. Он ставит плюс банк. И ставит, например, еще 900. Ну, я говорю, что он ответит точно там. А нам хочется платить, пока еще ничего не пришло. Хочется еще 1000 давать? Нет. Тогда нам не надо переставлять? Если нам не хочется платить 1000, мы можем спокойно, не переставляя, заплатить 100 и посмотреть, что будет дальше. Нет, ну, тут же зависит еще, кто первый отвечает. Он первый ходит, он напал 100. Вот у нас... Вот это его фишки, а это наши. Он дал 100. Мы можем выбросить, если хотим. Можем заколировать 100, а можем повышать. Нет, я бы в данном случае заколировал, потому что он понимает, что у него нац. Если мы там заколируем, то тогда мы всего лишь за 100 сможем открыть терн. А если мы там ответим ему, рейзем, то он стопудово нам сделает ререйзи. И это для нас только будет хуже, потому что нам придется еще доплачивать за открытие терна. Хорошо. Есть другие какие-то? Можно по-разному разыгрывать. Можно сыграть турикакова, можно сыграть рейзем. Думаю, если стейки большие... Да, стейки большие. Ну, мы считали, что у нас там, ну, не знаю, по 5 тысяч есть. Я бы сыграл, наверное, кол. Макс? Конечно, в этой ситуации мы знаем, что у него стрейт, здесь выгоднее кол. Но в большинстве случаев я буду полублефовать, я буду делать большой рейс. Если попаду в стрейт, так уже и будет. Я сделаю еще... Посмотрю, на что это банка, если оппонент меня снова переставит. Если не выгодно, могу даже и выбросить, или сыграть еще полублеф. Оппоненту такую карту, как тузык, короли, дамы, или вообще он может ставить континью бет на пустоте, я просто переставлю на худшей карте, выиграю без боя. А теперь представьте, что мы эту сдачу разыгрываем вообще на открытых. Такое условие игры, что играем открытые. В покер же можно играть открытые на открытые? В преферанс можно, в ДБР можно. Почему нельзя в покер? Вот представьте, раздали мы с вами в открытые. Вот конкретно с вами играем один на один. Мне такая тряшка, вам такая. Вы смотрите, у вас стрейт, а у меня такое страшное для вас дро. Ну, вам надо меня как-то выбить скорее. Конечно, надо резать. Если вы хотите меня выбить, то вам можно поставить сразу 5 тысяч. Мы же на лимит играем. Ну, с учетом того, что тут двусторонние стрейт-дро, плюс еще флэш-дро, я думаю, что вы можете рискнуть и ответить. Правильно. Надо сначала заглянуть в калькулятор Покер Студио. Давайте посмотрим. В данной ситуации, на самом деле, я думаю, что у вас даже процент больше будет, чем у меня. Потому что хоть у меня и готовый стрит, но меня много чего перекрывает. Я посчитал примерно где-то чуть больше 50%. Больше 50%. То есть, если идет олено, выгодно делать кал. Следовательно, если мы с вами игроки равного класса, и у меня нету там идеи как-нибудь выиграть у вас за счет разницы в уровне нашей игры. Просто, чтобы вам было очевидно, мы поставим вам четверку стройка бубновую и червовую. А на стол мы положим 5-6 трюфовую и двойку бубновую. И получим мы с вами, у меня 53%, а у вас 47%. То есть, если я поставлю с вами 5 тысяч улын, то моя средняя выгода, тут 6% у нас разница, будет 6% от ставки 5 тысяч. Правильно? Да. То есть, примерно 300 долларов в моем отождании, если я пойду улын. Но я же, это вот эти доллары скланские, как бы такие предположительные. Всякий раз, когда мы играем против открытых, против открытых мы должны были бы сыграть можно больше. То есть, его задача совпадает с нашей. Он хочет нас выбить, ставить больше, а мы стремимся к колыну. То есть, мы хотим разыграть все свои деньги с вероятностью 53 на 47. Я поэтому всегда стараюсь с комбо-дро играть такую ставку, чтобы компонент повысил. Я первый поставил олын, чтобы был большой фолдек у оппонента, он мог выбросить оверпару. Потом я всегда стараюсь делать такой провоцирующий бет, оппонент делает рейс. Тогда я переставляю в олын и спокойно имею даже больше процентов против стрейта. Ну, это как бы клинический такой случай полублефа. Это когда мы оба стремимся. Здесь почти равное, поэтому они все-таки надеются, что мы не купим. Причем, обратите внимание, если мы один раз заколируем, один раз заколируем, и нам не придет какая-нибудь там ненужная карта, ну, неважно, вот такая пятерка, да? То все, мы должны уже, вот на следующую ставку мы должны выбросить. Потому что у нас уже, вот с выходом одной карты, у нас уже нет этих шансов банка. Они же у нас считались в расчете на две покупки. Да, и дальше мы уже просто ставку размером банк не можем платить. Сейчас мы, если поставим сюда еще дополнительно одну пятерочку и посмотрим, то у этих осталось 32%. Даже ставку размером ровно в банк у них чуть слабо отрицательное мат ожидания. То есть необходимо иметь 33%, чтобы тебе был двойной ответ. Вот, поэтому нам ни в коем случае нельзя играть в колу и посмотрим. Мы либо хотим, если партнер такой, что не выбросит, то мы готовы пойти в вал-ин на этой карте. А если, может быть, мы сумеем его убедить, вот, ну, Макс рассуждает же для общего набора рук, если у него 4-3, то ничего страшного, пойдем в вал-ин. И все-таки у нас будет чуть лучше. Если у него два туза, или два короля, или даже там что-нибудь, две пары какие-нибудь, то мы просто можем еще его и выбить. Ну, подумать, что у нас стриты выкинет. Две пары же не выгодно платить против стрита. Всего 4 аута. Интересно, что против готового стрита вот у нас такая вероятность, а против стрита получается хуже, по-моему. Сейчас я посмотрю, проверю, не помню. Если мы сюда положим шестерки... Все, что получится. Против стрита у нас всего 42. Это из-за того, наверное, что нам нужно соблюдать условия, чтобы не повторилась карта ни двойка, ни пятерка, ни шестерка. Или даже сейчас выйдет нам стрита на последнюю карту фулл хаоса. Будет как-то как. В последней игре, когда у троих был фулл хаос, еще мы вдвоем вышли, у нас тоже получалось, что был бы фулл хаос. Да. Будет вот такая беда. Вот такие вот полублифовые конструкции. Они возникают в игре очень часто. И что интересно, что против них практически нет защиты. То есть, ну не знаю, если у человека еще нет готовой комбинации, и он ставит рейс, он рассчитывает, что у партнера не нац, что он просто заколирует. А потом мы посмотрим, придет наш, мы еще раз дадим. Придет не наш, мы можем бесплатно получить следующую карту. А получается, чтобы защититься от нашего этого рейса, он должен еще раз поднять, чтобы нам бы опять было дорого вот это все исполнять. Посмотрим. Бесплатно. Получится, не бесплатно посмотрим. Но он же тоже не знает. У нас может быть такой полублиф, который по совокупности возможностей превышает даже его готовый стрит. Поэтому, если только у него там какая-то другая рука, два туза, два короля, две пары, он не может нас переставлять в ол-ин. Поэтому получается, что он вынужден терпеть наш вот этот вот захват инициативы на полублиф и играть просто кол. Поэтому он и считается очень сильный и выгодный прием. Но его тоже надо уметь распознавать в игре и грамотно использовать. И для него справедливы все те же самые правила, которые мы изучали для блефа. Ну, то есть, если задача решается ставкой, например, там в 3-4 раза больше рейса, чем поставил оппонент, то все остальные деньги, которые мы можем поставить, они будут лишние. Как в том случае, когда был стрит, а там полублифовая, ну, лежит стрит уже готовый. То есть, если есть стрит, то он не выкинет. А если нет стрита, то ставка полублиф достаточно размером, там, в 2-3 банка. Вот мы не должны, во-первых, размер ставки ставить излишний. Во-вторых, мы должны этот полублиф, если мы его применяем на флопе, на терне, смотреть, что у нас за стек, и хватит ли нам, если мы купим, то добрать. Что глупо, полублифовать, а потом, если пришло, ничего не добрать. Вот, и точно так же, чтобы у нас были возможности в лифе, ну, дальше, если мы не купили. Потому что мы же поставили его в затруднительное положение, он не знает, что у нас. Ну, вот такая интересная и сложная тема. Давайте решим пару задачек. Может быть, они нам дадут какие-то возможности для анализа в разговоре. Наша рука. Туз 2 пик. Живой турнир. Не интернетный. Ноу-лимит. Мы на позиции большого блайнда. Финальный стол. Осталось 3. Все очень агрессивные. Блайнды 1000-2000. Баттон рейзит примерно 80% рук с этой позиции. И ставит обычно 5000. Маленький блайн. Чаще всего пасует, как и случилось в этот раз. Вы калируете и видите на флопе дама валет пик и четверочку бубновую. Вы играете чек. Соперник ставит 9000. Ваш стэк вдвое больше, чем у него. Что делать? Вдвое больше. Вот тут написано вдвое больше. Но больше чего? Больше ставки или больше стэка? Я думаю, больше стэка оппонента, да? Давай узнаем, все делает Катя. Катя, когда видит 4 флеш, наверное, ставит All In. Я думаю, All In хороший ответ. Потому что хорошие карты. И пора как? Взагу глядела. Хочется определиться, кто же будет третий. Он и будет третий. Бронзовая медаль тоже неплохо, правильно? То есть мы его не очень этим оскорбим. Да, давайте, Саша. Я бы тоже сыграл рейс большой, так что уже сыграть на стэк. Может, он выбросит. Если бы поставил 9, там на стэке ищем 1030-40. Поставить рейс. Было хорошо. Да, в этой разочи у меня первая цель – это привезать себя к банку и сделать хороший полублеф, чтобы он не вышел так. Если у нас стэк 120 тысяч, мы сделаем рейс 20 тысяч. Он поставит All In, тогда мы обязаны выбрасывать. Поэтому, если у нас стэк примерно 120 тысяч, я бы сделал рейс. Очень большой рейс, имитируя... Ну, имитирую я Дома-Король, Туздаму. Хороший топ-ар с хорошим кикером. Я бы сделал рейс примерно 1040, показывая, что я привязан к этому банку. Тем самым он может спокойно выбросить пас Дома-10, Дома-Король. Потому что Бетмала-Король, с которыми сделает такой большой рейс. Да, я даже подумал, а может быть, если 120, то, может быть, 50-60 поставить. Да, чтобы было более понятнее, что мы привязаны к этому банку. Так, что же нам предлагает составитель? Похоже на All In, он говорит. Во-первых, мы и так уже в деньгах. И теперь основная цель – выиграть турнир. Так что рисковать придется в любом случае. Во-вторых, у нас прилично аутов. Вся пика и, вероятно, тузы. И пара еще бэкдор-стритов. Что такое бэкдор? Это через заднюю дверь по-английски, да? Это означает, что мы шли на другую комбинацию, на пику. Но у нас могут прийти, например, еще тройка и пятерка. Которые дадут нам маленький стрит, который тоже будет хорошей картой. Но мы играли не на него, а играли на другую. А это бэкдор, это к нам еще пришло дополнительно через заднюю дверь. То, что мы не ждали. Еще я заметил, что при фопе он сделал только кол. Если оппонент реализует 80% рук, я бы здесь давал точно рейс, туз-два одномастные. Потому что без позиции мне не очень хочется играть туз-два. Это не такая сильная карта. Я бы сделал рейс, скорее всего, даже. Если он реализует 80% рук, я часто буду без карты играть. Потому что это слишком большой стилинг. Я бы его просто обыгрывал рейсами и постфлопом. Да, и вот, кстати говоря, просто мне интересно разобрать. Допустим, мы взяли и сыграли рейс до флопа. Он обычно ставит 5000, как в этот раз. А мы поставили, например, 15. И он кол. Тогда что мы играем? Я бы предложил на этом флопе вообще можно играть чекрейс, алл-ин. Да? То есть сыграл рейс до флопа, на таком... Как бы попытался его принудить, приспровоцировать на стилинг, а потом бы задвинулся. Видите, наконец мой Аллан пришел. И мы получили бы 15, которые он дал до флопа. И получили бы, по крайней мере, 20, которые он поставил на флопе. И после этого или получили бы, или не получили 100. Когда мы поставили 120, которые у нас есть. Да? Я такой ход постоянно исполняю без карты, на оверкартах. Например, если при флопе оппонент рейс, я рейс туз король, он кол. Банк где-то тысяч пять, у него в стеке 11 тысяч. И флоп вскрывает мне вообще неподходящий. Там 9-10-4, например. У меня туз король. Я играю чек, он ставит, я приставляю вал-ин. Он им бросает такие карты, как две семерки, две шестерки. Просто оверкарты. А если и делает колы, у меня хорошие ауты на оверкарты. Но туз король, понятно, что он разве что поймал какую-то десятку. А чаще всего там не будет карты, я еще доберу его ставку. И возьму такую большую банку на оверкартах. Так, и что же... А мы остановились на середине и пары бэкдор стритов. Вот этих, которые 3-5, если придет, то будет стрит 1-2-3-4-5. В-третьих, у нас больше фишек. И мы его выбьем из турнира, если выиграем ол-ин, что увеличит размер нашего приза. А в-четвертых, он убедится в силе нашей руки из-за чек-рейза. И ему будет нужна хоть какая-то рука, чтобы поставить на кон весь этот турнир. Это еще же не факт, что у него есть. Заграли чек, он поставил. Может, у него туз король. Тогда у нас просто не хуже. Да? Ну, в том смысле, что ему легче будет выбросить. И смотрим следующее. И наша рука. Дама, валет, бубновые. Мы играем ноу-лимит 1 на 1. Но сидим на позиции маленького блайнда. Игра очень агрессивная. И мы крупно выигрываем. Блайнды 300-600. Давайте мы положим эту задачку на столе. Король, дама, бубновые. А на столе валет 8. И пиковая троечка, да? Давайте пусть будет трифовая троечка. Вот такая вот рука. Соперник нападает первым, так ставит 10 тысяч. Банки более 20 тысяч. У обоих еще большие стейки. Что делать? Пас, колни, большой рейс, большой рейс. Огромный овербет. Что, Катя, делаем? У нас много денег. Но мы уже поставили, закоррелировали 6 от него. То есть стоит уже 12 тысяч. И плюс он еще добавил. И плюс он еще поставил 10. Большой рейс. 10. И теперь нам надо что-то делать. Большой рейс. Большой рейс. Я говорю, большой рейс. Так. Ну, если у нас стейки где-то по 1068, то большой рейс. Угу. Довольте? Я, наверное, бы тоже сделал большой рейс. Так. Макс? Я согласен. Потому что здесь мы снова играем полублеф. И мы обязаны привязать себя к банку. Если он прокалит, то иметь свои ауты на выигрыш. Лучше всего, чтобы он выбросил. Мы взяли банк без боя. Даже если у нас стейк 150 тысяч, банка уже 20 тысяч. НБ 10 тысяч. Мы можем спокойно дать рейс 50 тысяч. И коллировать Алын. Я думаю, он часто поставит нас на тузы, короли, дамы. Даже выбросит такую карту, как вальта. Валит дама, валит король, валит тузы. Ему сложно будет играть. А такую ставку к 10 тысяч, он скорее всего дал просто проверочный бет. Полублеф лучше здесь ход. У меня маленькая такая возникла мысль, к которой я улыбнулся. Вот мы сидим здесь на школе покера. Меняем там по 5 рублей и играем. В задаче составитель нам пишет, ноу-лимит, кэш, 300-600, блайнды долларов. И у нас еще, там уже 20 тысяч тейт, а у нас тейки гораздо больше. И все четверо людей, играющих по 5 долларов, ой, по 5 рублей. То есть, ну, грубо говоря, сколько это? Одна седьмая часть доллара. То есть мы играем по 12 центов. И мы все говорим, да, я бы поставил 1060 долларов. Вопрос такой, а вдруг это последние деньги? Мы продали дом, пришли. Я считаю, что игрок, если играет, у него должно быть как минимум 100 баенов. Если у него этого нет, лучше не садиться за стол. Абсолютно точно. То есть мы сидим, и для нас это не более чем фишки. Играем ли мы в турнире, играем ли мы на деньги. Мы никогда не поставим на стол последние деньги, которые существенны для нашей семьи, которые существенны для нас, которые заставят нас нервничать. Мы не какие-нибудь лудоманы-маньяки. Кстати, лудомане будет посвящена отдельная тема нашей школы. Давайте я прочитаю ответ, потому что я ответ еще сам не прочитал. Похоже на то, что надо делать большой рейс. О пасе речь не идет, слишком много у нас аутов. Коу плох тем, что если терн будет мимо, то вам будет уже тяжело сдержать большую ставку, при том, что ваши шансы доехать упали вдвое. Проблема только в том, если у него старший флеш-дро, но это маловероятно при игре один на один. И таких дро всего два. Если наш флеш-дро живой, у нас минимум 12 аутов против двух тузов. Что тоже далеко не факт. Ну, то есть, что у него два туза далеко не факт. Против топ-пары у нас 15 аутов, против средней 18. Но это еще исходит из того, что у него все-таки здесь этот валет. Потому что против топ-пары, а топ-пары мы называем валета, например, с тузом, у нас все ауты на флеш и плюс 6 оверкард, королей дам. То есть, так что надо сильно переставлять и готовиться платить all in. В худшем случае, ваши шансы сейчас 50 на 50. Если мы заглянем в нашу табличку, мы будем знать, наши шансы точно. Они действительно примерно 50 на 50. Вот. Ну что, я предлагаю нам прерваться, выпить чайку-кофейку, а после этого разыграть некоторое количество фишек. Если Катя не против. Субтитры создавал DimaTorzok Египет. Шармальд Шейф С 13 по 20 сентября Red Sea Cup 2009 Покер Клаб Менеджмент и телеканал ProPoker представляют Выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009 Условия участия на сайте tvpropoker.com Ну что, где у нас стоит баттон? Не помните с прошлой раздачи? Ставим У нас блайнды 5-10 Странно, это мы раскачиваем лодку Это ставка в темную У Скландского по этому поводу написано, что трудно объяснить смысл этой ставки Но некоторые и так играют То есть сидишь в ранней позиции И как бы в андергане 80 Это началась борьба со страдлом Так, отучают делать страдлы 80 Окей, пас Я тоже Сжигаем ненужную карту Сжигаем ненужную карту 100 400 Ну что, разберем сдачу? Ну то есть у меня парочка И я так понимаю, что Дрова Дрова у меня сомнительные То есть вопрос, есть король или есть стройка Но мне кажется Стройкой Стандартный игрок не должен А здесь должен Не, ну тут много чего может прийти И трефа, и фулл хаус Интересно, докидаем? Давайте Ну пятерка все равно Вот, только валетом могли выиграть Вот Ну на самом деле что Я с этой парочкой Во-первых, я сделал большой рейс Для того, чтобы По возможности все повыкидывали Сомнительные карты Там всякие 8-9 Которые 8-9 для меня мало чем Отличаются от уза короля Либо будут старше Мои шестерки Совпадение Либо нет Ну собственно Такая сдача Особенно И говорить не о чем У Макса был полублеф Если нас помнит Тему урока В расчете на приход пятерки Ну попытка изобразить Тройку или короля На самом деле Большой рейс Мог выглядеть Для меня более проблематично То есть Ну на какой-нибудь Король дам Зашел А что тебе делать Когда ты увидел короля Я думал Если там будет Карта Веда 9-10 Валет 10 Вам сложно будет играть Вот шестерка Понятно Я сразу Бался Ну когда я взял Еще 400 Я подумал Там скорее всего Король Или блеф Оказалось шестерки Но я блеф И так скрывать не могу Я не ставлю Макса Большой А вы Володь маленький Пять Когда раздает Мой любимый дилер Я в него верю О Может быть Извините Пожалуйста Есть Подождите Я должен что-то сказать Это уже пас Да пас Пошло Раз О Остались блайнды Вот игра начинает Быть похожей На профессиональную Игру Давайте посмотрим Просто для того Чтобы объяснить Маленькая Хорошая карта А ваши Можно посмотреть О И у меня еще был Король 6 Так что Королей мы не увидим Наверное на столе Но Хотел сказать что Для того чтобы Уравнять Маленький блайнд У вас в принципе Хорошие шансы банка В банке 15 Вам надо поставить 5 То есть вам достаточно Иметь 25% На то что Ваша рука выиграет Да Но Почти автоматически Вы очень часто Получите рейс Потому что Вы показали слабость Показали плохую руку Вот Поэтому Ну вообще Кол плохая игра То есть Если у вас есть Возможность для рейса Ну или настроение Не знаю Или может быть То вы Лучше рейсуете Или выбрасываете Потому что Ну в данном случае Он бы вам ответил Или даже переставил Интересно что бы было Если бы мы Пошли Ничего такого Особого Не было бы А у меня бы Две пары были Ну у вас были У вас всегда две пары Ты специально Долгарашид Выиграл Да я поставил Батт на фуфе Наверное Ну ты Защит Еще надо Еще иметь ввиду Что Ну вы калируете Врачи Потому что там Совсем плохая карта Или вдруг Вы такой опасный Агрессивный игрок Что вы на его рейс Можете ответить Еще каким-то рейсом Потому что вы Еще будете Всю сдачу В плохой позиции Вам нужно ходить первым Вот сейчас представьте Ничего не пришло Вы чек Он просто напал И выиграл Ну как бы Считаю что у него Старший карта Открылся вдруг Король Вот Вы много проиграете Потому что там тоже Есть король А вам надо Первому ходить И даже если Откроется пятерка Ваша То не такая Это большая ценность Он же большой рейс Ставал Может быть у него Две шестерки Ну да Не ну я поэтому Когда он сделал рейс Я решил что Ну вот таких вот пятачков Лезть не стоит Если вы будете играть долго Да То таких пятачков Набежит пару сотен Да Есть пас Катя Пас Еще 30 Немножко Это у меня очень Да А я сижу Смотрю Я тебя разменяю Ага Всего 40 10 и 30 40 Хотя можно было Сказать чек Дать Кате Блифовать Но у меня две пары Было Видите Вот А на самом деле Он не такая У меня сильно Карта для рейса Но просто Из О Вы такой выкинули А вдруг Пика Пошедрала Пика же должна Нет Шансы маленькие Этого Ничего себе Маленькие А мы же Кстати У нас урок Полублев У вас Четыре Пиковые карты Полублев Не вы бы Долбили меня До конца Я бы Дело в том Что у меня Очень сильно Получилось У меня получилось Две пары А в принципе Как раз По теме урока Было бы Сыграть рейс Мне надо было Но вы прочувствовали И это очень Хорошее качество В покере Прочувствовать Я просто уже поняла Как вы играете И как Макс Да Так вот Я хотел сказать Стратегически Как бы Розвращ Не очень Сильная карта Но мы пока Остались в банке Втроем Макс Кроме того Что как бы Самый опасный Из двух Моих противников И кроме того Показывает Слабость Потому что Если бы у него Была какая-то Сила На первой позиции Он бы хотел Бывает часто Хитрее Может быть Да Но я думаю Что он должен Постараться Выбить меня Зачем ему Зачем ему Я в этом банке Ну бывает Просто часто Что там Если сразу Рейс такой Сильный Пойдешь До флопа Зачем он сильный Если вы заметили Размер моих рейсов Всегда Примерно Сопоставим С размером банка Ну да То есть я никогда Не ставлю Так намного Больше банка Я не хожу Улын Потому что Это избыточный Рейс Батт Ну макс Для меня Под лимит И ноу лимит Это все одинаково То есть Размер банка Ограничение Верхней ставки Или без ограничения То же самое Катя Ваше слово Это кол 10 Раводи Ваше слово Тоже 10 Рейс 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 60 Я пас Саша пас Еще 25 надо Катя Не надо экономить На ближних Вот маленький Такой вопрос Пока еще Я ничего не знаю Про качество карты Но если вы готовы были поставить 60 В этот банк Почему сразу не поставить 60 Надо ждать пока он повысит И только против хорошей карты Вы хотите ставить 60 А против плохой Я просто смотрю Кто все что ставит И Не Я не знаю сколько я хочу поставить В начале Не знаете Не А я знаю На хорошее хочу поставить больше На плохое поменьше Ваш ход Ваш ход Катя Вы первая Да Пас Пас Прощайте 60 Спасибо Теперь вы Молодь У вас уже Пример есть А вы тоже да Пасовали Да Мы все Пасовали Давайте посмотрим У кого что было У меня Пол Точнее У вас неплохой У вас У вас Четыре бубны Ну да У вас Семерочка Семерочка На стрит То есть Позиция в принципе Хорошая Сюда И что Очень хорошая Дело в том Что если бы Как край Смотан был Да На такой карте Вот вы же не боитесь Пойти все ваши деньги Не Он просто Перед флопом Макс Рызовал Я поэтому решил Что У него видимо Там хорошая рука Довольно сильная И Я думал Что Если я сейчас Буду чековать То он может Там довольно сильно Ответить И заставить меня Там Грубо говоря Испугаться Полезть Там Не Макс Определенно Ставил На этом Флопе Да Да И вот в этот момент Если бы у вас Ничего не было Да Вы можете Поставить Пытаться его Выбить Согласен А если у вас Вот такая карта Вы можете Подождать Пока он Поставит эти 100 И после этого Двинуть там 300 Сколько у вас Осталось Вот И с большой вероятностью Выиграть Потому что У него Скорее всего Нет Вот смотрите Такие маленькие Карты На флопе У него Хорошая рука Но чистые вероятности Говорят вам Что примерно Один из семи случаев У него пара А шесть из семи У него просто Две крупные карты Которых на столе нет Был бы туз Король Дама Что-нибудь такое Вы могли бы опасаться Девятки Навряд ли А если даже У него три девятки У вас есть Такие Замечательные Ауты Которые Как правило Еще и не приходят И он бы выиграл Да Мне на бет 100 Хотел делать Рейзу Лэн Но я как-то Посмотрел И мне казалось Что он прокалит Мой Лэн По такой ставке 100 Да И он уже Как бы этой ставке Немножко привязался Я к банку Я уже боялся То есть это 100 это Третьего стека Получилось Да А мне можно Стать чем-то Четверть Примерно Конечно Спасибо Что-то мы играем Играем А полублефов Как бы А ну вот сейчас Был хороший полублеф Да Причем Даже Вот я Точно бы не мог Ответить Какой лучше Чек-рейс Или Большой количестве Аутов И все равно В итоге Ничего не пришло Потому что Если он вдруг Дал 100 То может быть Ему потом Не жалко Будет дать Оставшиеся 200 Ты должен На свой стек смотреть Просто у меня У него стек Раза 2 Получается Больше Чем у меня Да не в 2 Раза в 3 Ну это у него Навалено Очень много Фишек На самом деле Я пас Пас Я пас Пас Такой прямо Увербец Сразу Чек 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 На самом деле На ставку Там 230 Я был Делал показательный Пас Я считаю Что я кикером Не вышел Как говорят Там лицом Не вышел Я считаю Что он с ранней Позиции Не должен Ставить Ни на чем Должен ставить На какой-то Хорошей руке Потому что Он чекал На флопе Я думаю Что это не пара Думаю Наверное Какой-нибудь Туз валет Туз дама И он не боится От меня атаки Что у него там Ну все вроде Не так плохо Для того чтобы там Чек-чек Открылся туз Он поставил И поставил Большую ставку Да Но не угадал У меня оказался туз Я уже понял Что там туз По колу Стоп Такому быстрому Можно было бы Попытаться спасти Эти 100 Изобразить более Сильного туза Как-то не хотел Еще раз Может там Две пары было Да Понятно Это все понятно Как бы Неприятно Против туза Без туза Играть Имитирую туза Да Имитирую туза Ну я же к тебе Серьезно отношусь Ты же Не будешь На 5-2 ходить Хотя тема Блев Полублев Еще одномастный Еще одномастный Одномастный Блев Полублев У Кати Батон Ну и слава пас Кал Пас 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 Можно сказать Иногда Надо выбрасывать Плохие карты Тоже пас Как раз тот случай Когда 3-2 Можно играть Полублефовый Это банк Это Саша Сдача Точно В банке 25 И ставка 25 Кал 75 Кал Мы следуя Логике событий Ожидаем ставку 225 220 Со скидкой Маленькая иллюстрация К тому Что не надо ходить На плохой карте Когда я увидел флоп Я очень расстроился У меня было 2-3 А флоп было 2-3-7 А потом я думаю Ну что Ну зашел на семерки Купит девятку Купит короля Будет две пары Вот И сейчас я совсем не жалею Что я выкинул Потому что я его на двух парах Еще бы наверное На ривере Переставлял бы Такой Ничего не сложилось Вроде бы Я рада Я вовремя пэр сделала Видите Катя Две пары Могут прийти К любой карте К любой Вот 3-2 3-2 приходит А потом проигрываешь Потому что маленькие Две пары старше Король 7 И главное Так и карта Слава Допустим Допустим Я решил бы Сразу перевернуть Если бы я остался в банке Чек Макс Ставит 25 Я ставлю Ну сколько мне ставить Я же не могу Тысячу сразу Я ставлю 100 Он калирует Тот же покупает Вторую пару И все Я прикован И обречен проиграть Правильно? Да Ну да у него Для атаки Я чек-рейс Можно сыграть И там выбросить Две пары Очень сложно Маленький Саша первый Рейс 30 Коу Коу Ноу респект Никто не выкинул Макс чек Я чек Я чек Я пас Катя пас И я чек Надо же быть в чем-то оригинальном Правильно? Чек 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 Макс Че там у нас 35 Ну только учитывая Тему урока Только учитывая Тему урока Я кол Я вот на такой карте Колирова Думаю что может быть Ты заблудился Где-то там Что-то не так Ну смотри Я как рассуждаю Я во-первых Эти все рассуждения Провел относительно Первоначального рейдера Либо туз Либо пара Думаю Наверное Маленькая пара Раз он на тузе На двухмастном Так он Прочекал Да еще потом Туз открылся Не стал ничего изображать Но все-таки Думаю Может быть я слабее Если у меня там Тройки Пятерки Семерки Восьмерки Но когда повторился Еще один валет У меня получилась Такая конструкция Две пары С самым старшим Из возможных китер Поэтому я дал 35 А то что ты дал 105 Ну и потому что Если валет Или туз Почему не давал Раньше Вот А если вдруг Ты думаешь Что твои там Десятки Или девятки Выигрывают То ты может быть Ошибаешься Поэтому я думаю Заплачу Я хотел делать Рейс 200 Если бы Володя Не дал рейс Потому что я понял Что у вас вальта нет Но Терни Точно вальта поставили Ну да А пара Ниже Пара девяток И восьмерок И ниже И не имеет Никакого значения Только король Ты думаешь Скрыл бы меня По королю Или нет Вы же тоже понимаете Что у меня нет Карт Ну да Я блефую Интересно Ну ты раньше У меня сидишь Поэтому я про тебя Что у тебя нет валета Знаю раньше Чем ты Вровенья Правильно Паттон Из нашей нет карты Наверное По королю Скрыли даже 200 Да А вот Володина 200 бы не скрыл 100 Это был примерно Максу Мне пожалуйста Паттон Или нет Максу Максу Я сейчас на бак А Катя Пятачок Заберите назад Или что это Пятачок Заберите его себе И чтобы он тут Не сорился И хочу Пас Пас Прекрасно Заявка Кол Кол Рейс Рейс 60 Ну один раз Скоро все равно Домой Три игрока И позиция подходящая Можно первому напасть И все И все Отделим Зерна Отплевел Рейс Сколько? Пэнг Фишек 700 Фишек 725 Примерно 725 Я пас Я пас Я пас Знаете Такой прям Сквиз кеш Я показал Что у меня Хороший Есть наверняка Так Не Но у тебя есть запасные ауты Все-таки Это все равно Такой слабенький Полублев И у тебя тоже На стрит А у меня натуральная Как бы парочка Ну посмотрим Что бы получилось У банки уже было Вот уже Во-первых Есть туз Может быть Я флешем Еще можно выиграть Я бы проиграл Ты проиграл Проиграл бы по Три туза 87 По семерке А что интересно Тоже сдача Да Ну Надеяться на то Что пройдет Я думал у него просто Скорее всего Имитировал Туз Но я думал Что у него выше Не подожди Во-первых Он давал рейс Мы у него Как бы думаем Пара у него Или туз Да На столе Туза он должен Выкинуть А пару Должен играть Я проверю У меня есть Своя восьмерочка Какая-никакая Там запасная Но 700 Мне уже как бы Платить Я считаю Невыгодно Уже я не пошел На банке У нас Он поставил Больше банка И ставить на этой карте Вол-ин Не для того Я так долго Целый вечер Там выигрывал Чтобы все проиграть В одном глупом банке С маленькой парой Правильно? Такая ситуация Да Все Так что у Максу Заслуженная победа Спасибо Остается сказать Что На следующих Двух уроках Мы разберем Отдельные виды Блефа еще Такие как Кол-блеф Вот И Тот прием Который сейчас Использовал Макс Запомните эту сдачу Сквиз-плей Будет тоже Интересная сдача Так что все Спасибо До следующей встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok